Привет, с вами Вилсаком, с вами iPhone 6 Plus, я оставил iOS 9 GM, потому что Вилсаком должен страдать, а вот на шестерочку накатил свежевышедшую iOS 9.1 Public Beta, давайте узнаем как ее поставить и что там нового, поехали! Яблочные скидки всем подписчикам от партнера и магазина AJ.ru Apple продолжает раздавать публичные беты свежих версий iOS, и для того, чтобы поставить 9.1 Public Beta, вам понадобится вот такой профиль, ссылочку на него найдете в описании, после этого в обновлении по... Па-бам! И свеженькая 9.1 Public Beta 1 Напомню, перед установкой, для того, чтобы не было мучительно больно, сделайте резервную копию, на всякий случай. Вот в общем-то и все, единственное глобальное изменение и отличие iOS 9.1 от iOS 9 GM, это появившиеся эмоджи с факом, наконец-то можно посылать своих дорогих друзей, знакомых и просто рандомных личностей именно туда, куда им дорога. Ну а если кроме шуток, Apple продолжает пополнять коллекцию эмоджи, их достаточно много добавили, однако не думаю, что это главная причина, почему вы захотите установить iOS 9.1 Public Beta 1. Собственно, эта бета значительно лучше оптимизирована, чем 9 GM, и многие, кто успели поставить ее себе, например, на iPhone 5s и старые устройства, отмечают, что работать стало комфортнее. Вы спросите меня, а в чем прикол? Еще 9 не вышла, а уже есть 9.1, а собственно именно там живет 3D Touch для iPhone 6s и 6s Plus, и у меня есть предположение, что именно эта версия может появиться 16 сентября. А может и нет, 16 выйдет 9, а 25 со стартом продаж 6s 9.1, чем черт не шутит. Еще вообще вышла WatchOS 2 GM, но рассказывать о ней пока нечего, потому что главная особенность это новые приложения, а их пока в App Store не завезли. Если вы поставили iOS 9 GM и не удовлетворены качеством ее работы, попробуйте 9.1 Public Beta 1. А с вами был Иосиком, ставьте лайк, подписывайтесь, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok